Девушки отдыхают Девушки отдыхают Но прославился он, конечно же, своими сказками «Приключения Чиполина», «Путешествия голубой стрелы», «Джельсаминов в стране лжецов» и многие другие, которые знают и любят дети во всех странах мира За вклад в детскую литературу в 1970 году Джани Радари была присуждена международная премия имени Ханса Христиана Андерсона, самая престижная премия в области детской литературы «Приключения Чиполина» «Приключения Чиполина» сказка Джани Радари была написана в 1951 году Ее сразу полюбили и дети, и взрослые В ней говорится о том, как живут овощи и фрукты В городке бедных жителей угнетают злые, алчные, сеньор Помидор, принц Лимон и другие представители знати и власти Мальчик Чиполина пытается найти справедливость в этом жестоком мире В этой сказке очень глубокий смысл Она похожа на детское произведение лишь повествованием А она учит взаимопомощи, сочувствию и тому, что никогда не надо сдаваться в тяжелых ситуациях и пытаться найти из них выход За последнее время доходы нашего государства уменьшились После того, как был введен налог на воздух, вы стали меньше дышать Это возмутительно! Молчать! Кроме того, вводится новый налог на осадки За обыкновенный дождь 100 лир За проливной дождь 200 лир С громом и молнией 300 лир Молчать! Джельсамина в стране лжецов Уже из названия сказки Радари «Джельсамина в стране лжецов» Мы узнаем, что главный герой этой сказочной истории юноша Джельсамина Оказывается в странной стране лжецов В которой все люди вынуждены постоянно врать В которой хлеб называют чернилами И даже кошки лают, а собаки мяукают Виной этого оказывается власть пирата Джакамона Который некогда захватил самую обычную страну Но чтобы заставить людей забыть об этом, кем он является Велел переделать все словари и запретил говорить правду Но правду невозможно скрывать вечно И вот в этой стране появляется Джельсамина Путешествие голубой стрелы Путешествие голубой стрелы – произведение Джани Радари Которое более полувека привлекает все внимание детской и взрослой аудитории В нем поведана история мальчика Франческо и его бедной матери Мальчику даже не на что купить новую игрушку в магазине феи Каждый день он приходит к витрине и смотрит на игрушки Получит ли он заветный подарок празднику Кто такой Роберто и почему стрела голубая Вы узнаете, прочитав эту сказку Путешествие Дживанина-бездельника Облачные и шоколадные жители Человечки из масла и сахара Люди-моторчики, люди-льдинки и люди-флюгеры Встречаются путешественнику Дживанина на разных планетах Про всемирную историю Это небольшая книжка, особенная Всего в нескольких словах На ее страницах перед маленьким читателем пройдет вся история нашего мира Планета новогодних елок Роман-сказка для детей и подростков Написанный в 1962 году Джани Радари И представляющий собой одну из утопий для детей Дедушка дарит Марка деревянную лошадку-качалку С этого и начинаются приключения мальчика Путешествие на планету новогодних елок и множество необыкновенных событий Произошедших с ним на этой планете Принцесса Веселина У короля Байемонда и королевы Розалинды долго не было детей И когда у них наконец родилась дочь Они назвали ее Веселиной и устроили грандиозный пир Сказка учит не быть эгоистом и не думать только о себе Учит вникать в проблемы других людей Учит помогать людям Учит сочувствию и отзывчивости Джип в телевизоре или другие истории на орбите Сборник произведений Джани Радари Вышедший в 1967 году И включающий в себя сказку Джип в телевизоре В 1962 года И еще несколько рассказов Объединенных темой мира и космоса Десятилетний Джампинь Йора Джип Бинда Однажды вечером В буквальном смысле попал в телевизор На глазах у своего брата Фактически он превратился в картинку Возникающую на любых телеэкранах Будь то мини-камера зонда Запускаемая гастроэнтерологом В пищевод больному В шведской клинике Или камера наблюдения В немецкой библиотеке Какие бывают ошибки? Эта книга вся усыпана ошибками Некоторые из них необходимы и полезны Другие даже красивы Но есть и такие Которые было бы лучше не совершать Одни ошибки серьезные Видны невооруженным глазом Да и не заметить их трудно Ведь выделены они ярко красным Другие ошибки не страшные Ну а некоторые ошибки придется еще поискать Это своеобразные задачки для ума Книгу «Какие бывают ошибки» Всемирно известный итальянский писатель Джани Радари Который сам когда-то был учителем Посвятил вовсе не детям Он посвятил ее мамам и папам А еще школьным учителям Ведь на них возложена важная миссия В тетрадках учеников Исправлять самые невинные ошибки на свете Для среднего школьного возраста Алиса, которая все время падала С этой девочкой непоседой много хлопот Ведь она так любопытна И удивительно умеет теряться Последний раз родители нашли ее В дедушкиных часах А они ведь движутся Не стоят на месте Пришлось и Алисе Все время прыгать зубца на зубец Чтобы не пропасть Не погибнуть Под колесиками Которые не умолкая Они на секунду говорили Тик-так, тик-так, тик-так В наше время дети Иногда только падали с кровати И если получали при этом Лишнюю шишку То это было не так уж страшно Наконец Алисе надоело ждать Пока кто-нибудь догадается Открыть ящик Она разрыла скатерти и салфетки Добралась до дна ящика И стала сильно топать ногами Что же будет дальше? Танина-невидимка Осторожнее с желаниями Они могут исполняться Как-то раз мальчик по имени Танина Пошел в школу, не выучив урока И очень боялся, что учитель вызовет его Эх, подумал он Если б я мог стать невидимкой Учитель начал урок с переклички А когда дошел до Танина Тот ответил Я здесь Но никто не услышал его И учитель, вздохнув, сказал Жаль, что Танина не пришел сегодня в школу Я как раз хотел его вызвать Если он заболел Будем надеяться, что несерьезно Приключения Танина-невидимки Танина-невидимка Чтобы позабыть о пережитом страхе и стыде Решил пробраться в кино Нужно сказать, что во всем городе Только одно это кино И бывает открыто по утрам Я не расскажу вам, где оно помещается А не то У вас может появиться желание Заглянуть туда вместо школы Ведь фильм из жизни индейцев Может вам показаться интереснее Историей Древнего Рима Или Десятичных дробей Торт с неба Однажды, ранним апрельским утром На окраине Рима В предместе Трулла В ожидании первого автобуса В центр города Собралось несколько человек Гадая, какая будет погода Люди взглянули на небо И что же они там увидели? Представьте себе Нечто необычное Все небо, почти до самого горизонта Было затянуто тучей Не тучей, а каким-то странным предметом Круглым и мрачным Похожим на космический корабль Который недвижно висел над домами Примерно в километре от земли Он бросал зловещую тень На крыше старых домов и дороги И вселял панический страх Во все жители города Люди терялись в догадках Дорога в никуда Есть сокровища, которые даются только тому Кто первый проложит дорогу На окраине села улица разветвлялась на три дороги Одна вела к морю, другая в город А третья никуда не вела Мартина знал это Потому что у всех спрашивал про третью дорогу И все отвечали ему одно и то же Будто сговорились Та дорога, она никуда не ведет Не стоит ходить по ней Мальчик Мартина решил пойти по дороге С указателем в никуда Что оказалось в конце этого пути Вы узнаете, прочитав данное произведение Грамматика фантазии В грамматике фантазии Радари предстает В несколько иной роли Ученого практика Он открывает бином фантазии Рассказывает об устройстве Детского воображения Спонтанной механике игры И законах сказочного повествования Книга еще и о том Что у взрослых есть Одна сильная сторона О которой нельзя забывать Когда-то Они и сами были детьми Как придумывают числа Забавная сказка Джани Радари Как придумывают числа О двух ребятах Которые затеяли веселую игру Они решили придумать Собственные числа И даже целую таблицу умножения Такие развлечения полезны для детей Ведь они помогают развивать Их воображение и фантазию А какие числа смогли придумать вы? Книга «Почемучек» Детям будет интересно следить За вопросом «Почему?» Который убежал Из большого толкового словаря Книга «Почемучек» Это множество вопросов На которые хотят получить ответ дети И которых нет Ни в одной взрослой книге Пусть у маленького читателя Появится свой источник знаний Как у родителей Но гораздо веселее Ведь не даром Автор этой книги Джани Радари Это веселый сказочник Джани Радари Чем пахнут ремесла Перевод Самуила Маршака У каждого дела запах особый В булочной пахнет тестом и сдобой Мимо столярной идешь в мастерской Стружкою пахнет и свежей доской Пахнет маляр с кипидаром и краской Пахнет стекольщик оконной замазкой Куртка шофера пахнет бензином Блуза рабочего маслом машинным Пахнет кондитер орехом мускатным Доктор в халате лекарством приятным Рыхлой землею, полей и лугом Пахнет крестьянин, идущий за плугом Рыбой и морем пахнет рыбак Только безделье не пахнет никак Сколько не душится лодырь богатый Очень неважно он пахнет, ребята Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok